Друзья, от всей души приветствую вас на канале «Строю дом своими руками». И первое, с чего хочу начать, это с благодарности, опять же, вам, моим зрителям. Последний выпуск про плод, я сейчас вам покажу, набрал очень много просмотров. Как я уже говорил, надо чаще менять фронт работы. И, во-первых, я вижу, что я сам перетрансформируюсь. Новые неопределённые чувства, то есть, ну, я начинаю отдыхать реально. А второе, я увидел, как активизировались вы и как вам этот проект заходит. В прошлом выпуске также я вас познакомил с Иваном, многие из вас его уже знали. Ай, ну как? Увереннее идёт, увереннее идёт рука, когда ты под градусом. Многие даже передали ему привет, а сегодня к нам приедет второй член нашего экипажа, который живёт за 350 километров от нас. Кто смотрит канал давно, часто его видели. Это Григорий. Скорее всего, сегодня бонусом будет видос по приготовлению какой-нибудь вкуснятины, потому что Григорий – это человек, который всё время что-то вот такое мясное любит готовить и делает это профессионально, так как он у нас такой внеофициальный шеф-повар. И на судне он будет тоже придумывать какие-то изыски из мяса, потому что делает он просто чудеса. Давайте смотреть эту серию, а по ходу я уже буду вам давать информацию. Вот, всё, поехали. В прошлый раз мы с Иваном использовали полуавтоматическую сварку, но в ручном режиме, так как сильно ещё не разбирались. Но фишка этого аппарата именно в синергии. Я этого не знал. Мы потом подсказали в комментариях наших зрителей. Очень спасибо вам большое за это, друзья. То есть выставляешь просто размер металла, и компьютер сам определяет, какую скорость подачи проволоки сделать, как дозированно давать газ, какой вольтаж выставить для того, чтобы максимально правильный шов был у вас на аппарате. Сейчас я вам покажу, как это всё делается. Сегодня бонусов будет, парни, вообще просто куча. И когда мы начали ей пользоваться, сразу же сварка пошла просто, ну, в радость. Вот Григорий, кстати, отметил такой момент, говорит, я варю, и мне приятно. Когда варишь полутора миллиметровый металл или двухмиллиметровый металл дуговым электродом, чаще всего он прожигается, и сварка идёт такая неприятная, всё время на нервах, потому что тут прогорело, там прогорело. Надо быть профессионалом, чтобы делать это, ну, или должна быть хотя бы набитая рука. В данном случае, в этом синергетическом режиме, друзья, вообще нет проблем со сваркой. Есть какое-то отверстие, которое надо заполнить, заливаешь металлом. Есть где-то какие-то прям расстояния, там, до пяти миллиметров. Тоже металлом заливаешь, омеднённой проволокой. Почему я об этом рассказываю уже так опытно? Потому что это уже вторая бобина. Мы заменили бобину вчера. Получается, что у нас на одну секцию уходит где-то около одного пятикилограммового рулона. Так вот, всё, давайте, отвлекаться не будем. Работы ещё куча. Я хочу вам про синергию рассказать. Это классный, важный момент. Смотрите. Так, первое, что мы сделали неправильно, подключили массу и горелку. Горелка всегда вешается на минус, масса подключается на плюс. У нас было наоборот. Это не критично, но лучше сделать всё сразу правильно. На улице дичайший ветер, поэтому рассказать я решил вам здесь, на веранде. Тут удобнее. Немножко пошумим, потому что работает сразу параллельно несколько вентиляторов, так как машина действительно умная. Сейчас мы включили аппарат, и он по умолчанию вышел на синергетический режим полуавтоматической сварки. Как раз то, о чём я вот только что рассказывал. Итак, здесь мы выбираем толщину металла, который будем сваривать. В данном случае у нас двушечка. Здесь у нас длина индукции. Также здесь можно переключиться на 2Т и 4Т режим. Это 2Т, это когда я нажимаю и в момент нажатия на курок варю. А 4Т, это я нажал на курок, отпустил и варю долгий шов. Потом нажимаю, отпускаю, и у меня прекращается сварочная работа. Здесь у нас несколько вариантов выбора. Я вам о каждом подробно расскажу. Первый вариант – это сварка железа со смесями, защитный газ-смесь. Дальше сварка также металлов с углекислотой. Потом у нас идёт порошковая сварка без защитного газа. Дальше стил нержавейка – алюминий кремниевых сплавов и алюминий магниевых сплавов. В данном случае мы варим, получается, металл на 100% углекислоте. Так, сваримый металл у нас двушечка. Здесь мы переключаем с вами просто размер медной проволоки, омеднённой проволоки, которая находится у нас в аппарате. Всё, по режиме синергии полуавтомата я всё объяснил. Дальше у нас идёт режим полуавтомата ручной. То есть здесь мы указываем, ну, это я уже рассказывал в прошлом видосе, здесь мы указываем вольтаж, здесь указываем скорость подачи проволоки. Потом у нас ММА-сварка, простая дуговая электродом. Но для этого в аппарат придётся приобрести держатель-горелку для электрода. Дальше у нас тик-сварка. Это получается несгораевым электродом. Я пока её вообще не изучал, но посмотрел несколько обзоров, и мне очень понравился эта мысль. Наверное, тик-горелку я тоже возьму. Не знаю пока точно, но хотелось бы. От себя скажу одно. Если бы не этот аппарат, не полуавтомат, то мы, наверное, зависли бы на этом мероприятии на очень долго. В прошлые выходные мы сварили одну секцию. Сегодня мы хотим доварить вторую секцию. И останется одни выходные на третью секцию, после чего мы будем стелить палубу, устанавливать штурвалы, делать кают-компанию, подготавливать полностью уже плод к сплаву. По весу металлического каркаса на приобретение мы взяли 750 килограммов. Плюс сюда будет еда, плюс мы. Ну, мы считаем, что мы выйдем на полторы-тонна 700. Это вес всей конструкции. Учитывая сюда же 24 бочки, которые, как мы знаем из физики, тело, погруженное в воду, выталкивает такой же объём. Соответственно, получается, 24 бочки, это где-то грузоподъёмность этого судна будет в районе 6 тонн. Простые мои расчёты показали, что у нас ещё около 2 тонн прям свободных, которые можно будет загрузить. Ну, наверное, рыбой загрузим, чем ещё. Оставайтесь с нами. Дальше будет интересно. Пацанская мечта потихоньку осуществляется. Я думаю, вам, как и мне, интересен результат, что получится из этого всего. Сейчас мы тут с вами ещё покрутимся. Я покажу видео, как это всё с воздуха как-то будет выглядеть. И будем доваривать уже дальше. Ну, а в следующем видосе будем продолжать судно. Но уже сейчас, поднимаясь на палубу, я вижу, какое это огромное сооружение. Ладно, всё, не отвлекаемся. Друзья, пойдёмте дальше варить. Так, ещё, друзья, по теме бонусов. Заметил такую интересную штуку. Когда в своих выпусках изощряюсь найти вариант для того, чтобы предложить вам какую-то скидку, например, на товар, то сразу же накидывают мне комментарии, что «А, это реклама, всё, это реклама». Да, это реклама. Это отличная реклама, классного продукта. Мне нравится аппарат, мне нравится продукция этой компании. Почему бы о них не сказать хорошие слова? Я понимаю, если вы сейчас какие-нибудь пирамиды тут раскручивали, это прям вот тут в точку. А когда я говорю о классном инструменте, который мне в жизни пригодится ещё не раз, почему бы и нет? Так что, да. А, и по поводу бонусов, вот что скажу. 10% до сентября, друзья, по промо-коду «Строим дом» вы можете смело пользоваться на сайте resanto.ru. Чем могу, я вам помог. Вот такой будет принцип сборки нашего тандыра. Только из кирпичей. Сейчас его сложим. Я думаю, будет прикольно. И в центре будет висеть баранья нога, после того, как мы его протопим. Как-то вот так, да? Григорий, правильно? Из кирпичей сложим, разожжём костёр внутри. Это всё прогреется и баранью ногу по центру. Сейчас будем делать. Я думал, ты мне сложишь такой тандыр, который я тут оставлю на все года. На все года. Давайте вот так уголки зафиксируем. Ну тогда я продаю сразу. Чтоб меньше было объём. Дай вам объём-то. О, все кирпичи ушли. Строим тандыр своими руками, друзья. Ну круто, слушай. И главное, что не надо тратить 50 тысяч. Согласись? Всё, нашли на стройке. Тандыр не нужен хороший. Надо на вида выставить. С фото, правда, на авито. На авито 35 тысяч. Мастер тандырей. Ты хоть снимаешь? Да, вон. Вот это он шарашит. Уезжай на пикники. О, хорошо, хорошо греет. Сейчас такую вкуснягу сделаем из простого природного тандыра, сделанного из подсобных средств. Не обязательно использовать даже огнеупор. Можно простой кирпич браться. Замариновали баранью ногу. Сейчас он подготовится, и мы туда её засунем. Произойдёт там волшебство в течение трёх часов, и будет вкуснецкая нога, и я потом... Сегодня вы увидите эти видосики все, братцы. Ну, блин. Один момент, о котором я очень давно хочу сказать вам. Я просто мечтаю снять видос про этот сплав в таком ключе, чтобы вы отдохнули с нами вместе. Поэтому никаких секретов, вырезаний лишнего контента. Всё будет просто по-честному, классно и с душой. Да, бродь? Ты знаешь, пойдёшь на сплав, брод? Вон, бродь. Не, брата мы с собой не возьмём. А может, возьмём? Посмотрим. Мы собрали уже две секции. Нам осталось собрать последнюю. И потом мы будем строить кают-компанию со спуском в воду, с креплениями для наших спиннингов и так далее. Это будет просто пушка. И самое классное, что мы строим конструкцию, которую можно будет модернизировать до... Брат, давай поиграем. Как тебя люблю, а? Давай, 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 бросить тебе. Эй, друган, друган, лабрадор мой. Григорий там доваривает сейчас последнюю ферму. И мы поставим ещё две, доварим сегодня. А завтра уже допинаем среднюю часть нашего плота. И останется доварить только переднюю ферму. Как я уже говорил, плот у нас 6 на 4 метра. Вместимость 24 бочки. Расчёт был на то, что мы будем заказывать газель, пятиместную газель, чтобы сразу уехать всей компанией. Длина борта газели будет 4 метра. И будем с собой брать, наверное, машинку ещё с прицепом, для того, чтобы уже всё продовольствие засунуть туда и так далее. Либо второй вариант, мы возьмём 6-метровую газель и в неё уже всё уложим полностью. Потому что кроме плота ещё столько всего везти. Всё, иду, 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 иду. Вот, зовут, 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 братцы. Замариновали горчички. Всякий соус, соль, перец, хмели-сунели. И мариновали сутки. А зира здесь есть? Конечно, и зира. Мариновали сутки. По сутки. Всё, наматывай. Ещё вынести хорьгу? Плоскогубцу дать? Да. Сейчас. Всё, поехали. Так там ещё руки надо. Причастки взял? Блин, я не взял. Давай подержу. О, какая вкуснятина, а? Джек, хочешь? Джек, попозже, попозже, брат. У меня контент без мата. Когда ты палец протыкаешь, ты что говоришь? Я говорю, ой, я палец проткнул. Да всё здорово, не упадёт уже. Я держу, ты готовься. Готовься к главному мероприятию. Мне кажется, будет вкуснецкий, а? Блин, да, давай подержу, а ты... Инжир, картон? Нет, а мне кажется, Гриш, надо чуть повыше его замотать. То есть над углями вот так делается, да? А фольга, она всегда обязательно. Нет, они просто мясо плохо надрезали. Ну всё, пойдём доваривать. Проснулся хорошо, да, прям? Вала. Вала. Подышу. Прошло полтора часа. Идём смотреть, что с ногой барана. Не ушла ли она? Ой, как красиво. Что ты можешь сказать по этому поводу? Что, снимаем? Думаешь, всё готово? Да. Не стоит поддержать ещё? Нет. А ты говорил, три часа надо ждать. Или у меня такие хорошие огнеупорные кирпичи? Всё чётенько. А как ты это понимаешь? Может быть, надо надрезать там где-нибудь, нет? Проволоки. По сварочной проволоке обменённой. Друзья, ну вы подписывайтесь на всякий случай на наш канал. Потому что впереди вас ждут интересные... О, ай, сок капает прям. Да, барашек. Джек, тебе что-нибудь точно достанется. Тебе что-нибудь тоже достанется. Коси твои, брат. Друзья, чтобы баран получился идеально, главное использовать вязальную проволоку 0,8 мм для арматуры 12 ячейки. И ружаевую. Это очень сильно помогает, действительно, для того, чтобы баран получился просто сказка. Там дыры с кирпичей. Надо ещё солью вот так сделать. Дети, как вам мяско? Мяско-барашка. Алена хочет создать романтическую атмосферу, да, дочь? Дочь. Крёстная дочь. Крёстная дочь, я нормально сказал. У меня Ваня не работает. Так, в конечном итоге у нас получилась вот такая вот конструкция. Здесь не хватает ещё одной секции. Мы её доделаем с вами в ближайшее время. Вот. Но уже круто получается. Ровненько. То есть сейчас, по идее, сюда входит 16 бочек. Кормовая зона, как я говорил, для мотора. И здесь ещё будут поперечные, потому что 25-ка доска просто не вывезет. То есть это необходимо. Вот такое вот сооружение. Увидимся с вами буквально через пару дней. Продолжим наше мероприятие. Сейчас кто-нибудь ещё из ребят подъедет. С кем-нибудь продолжим мы наши сварные работы. Уже вы познакомились с Иваном, познакомились с Григорием. Осталось два члена экипажа. Но вы их тоже знаете. Это Рустам и Михаил. Они скоро приедут. И все мы сделаем классное сооружение. Всё. Давайте. До скорых встреч. Всё. Пока-пока-пока.